коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соц сетях получит сегодня подарок от вселенной также я напоминаю что полным ходом идет набор на онлайн курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской если вы хотите научиться писать сценарий если вы хотите стать профессиональным сценаристом то пройдите по ссылке в описании и займите место на курсе пока его не занял кто-то другой если вы меня видите если вы меня слышите то пожалуйста напишите в чате что вы меня видите и слышите сделаю закреплю страницу в самом верху эти люди которые заходят чтобы сразу же видели видели наш эфир так есть народ подключается значит смотрите ребят есть сначала прежде чем мы начнем я по пару минут пару слов хочу сказать пока все подключаются вот было прям пара замечания которых мне о которых мне хотелось хотелось бы вам сказать пара комментариев такие 1 1 комментарий одна из участниц написала мне кажется я сливаю год денег не пишу отчеты и с деньгами тоже швах смотрите дело в том что писать отчет это не сложно да это самое простое действие которое вы можете себе позволить можете сделать да то есть и наша с вами работа она таким образом и устроена до что если вы не можете сделать что-то большое сложное невероятное да сделайте что-то маленькое и вот это что нужно сделать это написать отчет и постепенно 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 вашу жизнь войдет и большое и сложное прослушать один часовой вебинар в неделю и каждый день зайти и написать написать небольшой отчет это совсем не сложно но может быть сначала там первые вот эти подтверждения да они будут вам надо будет за уши притягивать да я послушал вебинар молча да вот подтверждение но постепенно будет происходить перенастройка и вы будете начинать видеть возможности начинать делать какие-то действия которые вас будут деньгам деньгам приводить поэтому вот поэтому и с деньгами швах второй комментарий тоже он близко близко к этому да что где-то нужно взять позитив а его нет потому что нет денег так это не так работает наоборот работает да то есть сначала у вас появляется позитив в отношении денег а потом у вас под не появляются и деньги да если вы сидите нет денег нет денег нет денег непонятно зачем вам это надо ну и сидите и дальше без денег вот поэтому сначала мы меняем состояние да а потом начинает меняться и что-то в нашей жизни но я попозже об этом еще раз скажу потому что видимо это как-то не совсем доходит но это прям важно да это фундаментальная вещь давайте мы сегодня с вами поговорим о этом годе и вот смотрите если оглядываться на какое-то прошедшее время дано прошедший год и в зависимости опять же от нашего отношения к этому потому чтобы мы можем оглянуться назад и сказать что был год какой-то просто пипец просто какой-то сплошной непрекращающий кошмар а вот и найти в этом да и можно его таким образом и воспринимать да и прожить есть люди которые прожили его так в состоянии непрекращающегося кошмара при этом может быть они в этом кошмаре до никакого деятельного участия не принимали но вот зачем-то людям надо было устроить себе в своей жизни такой кошмар ну окей если вам это зачем-то надо да то пожалуйста можете это делать смысла в этом большого нет вот поэтому это ваш выбор как проживать как было проживать этот год но более того даже сейчас уже прожив этот год можно оглядываясь назад сделать этот год либо плохим либо хорошим и вот я хочу попробовать я не знаю у всех ли это получится да но понимаем потому что внешние воздействия были таковы что там и близких людей теряли и так далее да то есть реально объективно год был непростой что называется но попробуем немножечко его пересмотреть и может быть взять из него какие-то уроки взять от этого свинства отрезать кусочек вечеринки посмотрим как у нас это получится я буду вам задавать вопросы мы будем работать в чате если вы смотрите записи то все то же самое пожалуйста делайте да точно также пишите комментарии в пишите в комментариях пишите ответы в комментариях почему потому что опять же важно это важно фиксировать и конечно фиксировать лучше в поле лучше в нашем общем поле все это писать и так давайте так вспомните этот год и скажите что вы в этом году сделали впервые это может быть путешествие в какой-то город или страну в которой вы раньше не были ну например я в этом году побывал на радосе впервые в греции я был но впервые впервые побывал на радосе впервые искупался в ледяной купели в бане да то есть что называется в бане поскольку я в деревне родился в бане ты я бывал много раз но как-то меня вот эта купель ледяная она меня все время миновала да например я пошел на массаж железными вениками на прошлой неделе сходи да тоже впервые в жизни как-то вроде бы простая вещь какая-то да но уже уже что-то уже что-то новое да и вот как только мы начинаем оглядываться назад и смотреть мы вдруг видим что оказывается год то наполнен огромным количеством событий которые произошли впервые да если вот алена пишет мое впервые связано с категории 18 плюс поэтому без подробностей но было круто да то есть окей да то есть для себя зафиксируйте что вот была была такая вещь так первые консультации в качестве психолога впервые проходила хаска сказка коучинг открыла накопительный счет съездила в крым впервые курса ну свернул бизнес если впервые дату окей стала бабушкой отправила текст на конкурс начал делать расклады тару за деньги начала села за руль авто и поехала зашла в организацию мероприятий городского масштаба переехала в деревню сломал спину впервые вот такие события так год сложный но интересный начала больше зарабатывать включились некоторые статьи доходов ура так собралась переехать впервые собралась или впервые переехала впервые разрешила себе ехать в отпуск с подругой хотя деньги на другое нужно так впервые отдал долю в компании хорошо все я не буду зачитывать но буду смотреть впервые пошел сценарный мастерской молчанова да даниила воробьев написал три законченных сценария так ездил и носили гер с кошкой вдвоем и тишина обалденные 10 дней очень круто впервые уволилась впервые пробежал марафон круто впервые было выйди и армения разблокировала для себя стоматолога впервые купил бизнес впервые зашла на обучение сценарий сериала впервые морковку и картошку вырастила видите вот оказывается сколько сколько всего нового и интересного у людей в жизни происходит впервые случилось в этом году огромное количество консультировать олеся начала консультировать впервые перевезла перевела клиентов на оплату впервые живу на три страны впервые пошла изучать итальянский язык хорошо впервые стала ходить мужу написала 15 страниц поэтического текста прошла курс полнометражного фильма так впервые купила квартиру в москве вот у людей какие классные неожиданности так впервые посмотрела турецкий сериал впервые стала зарабатывать приличные деньги вот видите как вот да то есть вот смотришь вроде бы какой-то стрёмный был год а смотришь оказывается нифига себе сколько всего написал сценарий полнометражного фильма работала в команде тони роббинса прошла бизнес-клуб впервые участвую в годовом коучинге молчанова но здесь есть люди которые впервые а есть люди которые второй раз это делает который в прошлом году тоже участвовали так впервые написала трансформационную сказку круто впервые сделал сдала карту поляка впервые участвовал в конференции на польском языке оффлайн очень круто поставить построила домик из блоков хорошо идем дальше вот мы зафиксировали да и уже смотрим уже как-то год заиграл какими-то другими сказками другими сказками просто трансформационными другими красками теперь давайте так вот что из того что вы сделали за год является достижением вот есть ли какое-то достижение за ваш год которым вы гордитесь и она может быть причем размер этого достижения не имеет никакого значения да то есть вот каким своим достижением чем-то что сделали вы вы гордитесь вот я за этот год выплатил кредит за квартиру очень собой горжусь по этому поводу потому что несмотря на там сложную финансовую ситуацию и там большой достаточно кусок денег надо было вперед внести и вот сделал прям очень доволен этим так а я тоже выплатила глупый кредит очень горжусь классно супер вот мы с вами мы с вами коллеги так 45 километров пешком и новая парафейсия реструктуризация долгов обложка журнала рерайт 1 крутую игрушку сделала похудела на 10 килограмм так издала две книги сказок выучилась на сказка терапевта так вырвалась на волю стала жить отдельно опубликовалась супер впервые занялась активными продажами окажусь своим первый марафон естественно марафон это достижение так осилил бревет я не знаю что это такое но наверное что-то очень очень крутое так вышла на новый уровень дохода провела тренинг на 50 человек выплатила кредит подписалась на обучающие курсы заработала деньги чтобы начать учебу на курсе сериала в нашей мастерской отлично супер так закрыла в рамках года денег 4 кредита уволилась из найма так пригласили медиа тренером vartex пикером сколкова продала сценарий отлично вытащила себя из депрессии круто осталось частью то еще тренинговой компании горжусь счастлива это очень люблю ту еще тренинговую компанию горжусь что меня так скажу с тем что прошла 7 курсов йоги за 7 месяцев на все чакры так тоже все кредиты выплатила переехали в трехкомнатную издала три книги за год супер нет видео звука обновите страницу видео и звук есть очевидно со всей очевидностью видео и звук есть да все вот я запускаю все идет запустила свой mac club напарник по курсу передают впервые стала принимать очень много решений по любому поводу классно в этом году особенно расцвела как женщина никогда не было такой красивый супер офигенные достижения издала крутой сборник отремонтировала себе квартиру так действительно горжусь тем что помогаю как психолог еще у меня до 8000 просмотров постов 770 лайков супер офигенно офигенное достижение так написала сценарий по индийским лилам сделала театральную постановку на аудитории 500 человек так есть хорошо идем дальше теперь давайте посмотрим а какие у вас в этом году были факапы и вот относить вот прям честно к себе отнеситесь я долго анализировал долг долго думал я выписал несколько факапов для себя все не буду вам все описывать свои факапы но один скажу и ты вы тоже может быть если у вас есть какие-то факапа которых прям стесняетесь написать можете их подробно не расписывать но важно чтобы вы для себя зафиксировали что вот у вас был такой факап наверное самый такой стрёмный факап который которым я не горжусь что я чуть не подрался ну там до драки конечно дело не дошло да но такой почти вступил в конфликт с чуваком с одним в турции во время поездки вот там человек просто курил в очереди очень демонстративной я в общем как дал ему это понять в итоге мы как-то смогли все это миром разрулить он там меня вперед пропустил мы там друг другу подмигивали там и так далее так далее но я очень я недоволен в итоге собой то что я повел себя небезопасно да то есть я был семьей и соответственно да моя задача в такой конфликтной ситуации в любой да обеспечить безопасность семьи а тут фактически да я сам почти спровоцировал конфликтную ситуацию и вот в этом я собой собой очень сильно недоволен то есть мне надо было просто там отойти куда-то в сторону как-то да и никак не демонстрировать своего недовольства потому что ну это действительно может быть небезопасно я считаю факапом и считаю серьезным факапом и в общем делаю некое некую работу над собой в этом смысле и мне кажется что у меня это более или менее получается потому что в целом я такой взрывной вспыльчивый да я сейчас стараюсь прям и люди сейчас везде такие взрывные и горячие да и накрученные да поэтому надо в этом смысле быть очень-очень осторожны так вот факапы да вот еще смотрите если у вас нет факапов вообще да год я это был идеальный год у меня не было никаких факапов все шло вообще отлично что это значит это значит что вы не выходили за пределы своих возможностей да то есть вы не делали что то что вы делать не умеете помните я вам в прошлый раз рассказывал про самообман да про историю с подкастом в целом я ну как бы я не против того что эта история со мной случилось да то есть было бы хуже если бы ее не было почему потому что я выходил за пределы своих возможностей то есть я делал что-то в чем я ничего не понимал я пробовал пытался понять да какую-то новую для меня область и то что в этой ситуации я там совершил ошибку доверившись там человеку не не добросовестную но это как бы опыт опять же да а если вообще факапов нет это значит что у вас в жизни все идет по накатанной вы делаете то что вам приносит результат поэтому факапы обязательно должны быть ошибки обязательно должны быть неудачные клиенты обязательно должны быть да то есть если у вас нет как нас учили да если у вас нет и недовольных клиентов это значит что вы плохо продаете вот поэтому обязательно это все обязательно должны быть неудачи обязательно должны быть как у каждого хирурга должно быть свое кладбище да вот у каждого человека чем бы он не занимался обязательно должно быть большое количество ошибок начал не ничему не научится так не смогла отдать долги которые планировал планировала а привет это заезд на велосипеде на велосипеде на 200 км и более круто круто вот хочу кстати велосипедом заняться мне это прям интересно может быть может быть я в следующем году прям куплю себе велосипед я давно так присматриваюсь и у нас тут как раз рядом парк по которому можно гонять есть смысл так провалило важное для себя обучение тоже нормально это тоже нормально понимаете у меня тоже бывают такие вещи когда я покупаю чудовищно дорогой курс и там по той или иной причине из-за какого-то внутреннего самосаботажа или там не того состояния просто проваливаю ну если опять же если этого нет значит вы не пытаетесь делать что-то что вы не можете поэтому надо это делать обязательно так залезли в кредит набрала долгов сила а является ли это факапом опять же вот залезание в кредит набирание долгов является ли это факапом но если бы вы сейчас могли вернуть вернуться к той точке когда вы берете кредит да и вы чтобы сделать точно так же взяли бы кредит или сделали бы что-то другое если бы сделали что-то другое тогда да а если бы безвыходная ситуация да а в некоторых ситуациях вы как бы вообще не можете не взяв кредит двигаться дальше поэтому так слила режим дня летом и осенью не смогла создать мастер-класс вот понимаете вот обязательно вот мне важно просто чтобы вы зафиксировали до чтобы вы себя не грызли за эти ошибки а что если у вас нет ошибок если у вас нет факапов значит вы ничего не делаете да вы находитесь в рамках знака знакомой вам реальность обязательно надо за нее за эту реальность выходить также как в писательстве обязательно должны быть брошенные недописанные роман обязательно должны быть проекты которые у вас не получились то есть если у вас все получается всегда да вот 10 романов начал 10 романов закончил но это значит что вы не выходите за территорию того что вы умеете того что вы знаете Даже у Льва Толстого были незаконченные романы. Всю жизнь пытался написать роман про Петра Первого, и так у него не получилось. Так, накосячила из-за усталости, прокастинирую и упускаю деньги из-за этого. Осенью были эмоциональные провалы, из-за них финансовое положение пошатнулось. Сейчас мы поговорим об этом. Просидела дома, нифига не зарабатывала. Поверила всерьез мужчинам с сайта знакомства, которые были мошенниками. Так, подставилась на работе, забанили ранее значимого человека. Не было отпуска с детьми, не написала обещанный курс. Затормозила с проектом, не занялась зубами. Так, нарушила сроки важного для меня заказа, не запустила курс. Летом от волнения и стресса сильно напилась. Это было дома, тошнила и заболела на пару дней. Отличный факт, шикарный. Так, негативно срезонировала на конфликт. Так, взяла кредит на эмоциональную покупку, недовольна собой. Не смогла убедить мужа купить домик мечты. Так, хорошо. Тяжелый привет из прошлого прилетел. Неудачно начала помощницей. Так, неэкологично поступала с неэкологичными людьми. Хорошо. Так, я читаю все. Не все просто буду зачитывать вслух. Что довольно... Послали два клиента, прямо послали. Отлично. Значит, вы хорошо продаете. Помнится, я не помню, Дэн Кеннеди, по-моему, рассказывал, что говорит, вот вы хорошо продаете в том случае, если вас как минимум три раза физически выкидывали из здания. Вот до тех пор, пока вас физически из здания не выкидывали, вы еще не до пределов продаж, вы еще не достигли. Поэтому, да, надо, чтобы клиенты уходили обязательно. Потому что вы не найдете тех клиентов, которые нужны, пока не перепробуете и не поймете, какие клиенты вам не нужны. У меня одна знакомая провела вебинар, с которого ушли все. Пришло три человека, в конце вебинара ушли все. И она взяла и честно отвела весь вебинар до конца. Есть такой мем, значит, чувак, видео на ютубе, называется, на мой мастер-класс никто не пришел, но я все равно его провел. И там 7 миллионов просмотров. Я не знаю, что это за мастер-класс, видел только скрин экрана. Поэтому мы учимся на наших ошибках. Пропустила начало обострения у кота, чуть не умер. Ой-ой-ой. Так. Ушла из сценарной комнаты, не выдержав бесконечных драфтов. Тоже это не надо себя грызть за это. Ребят, я столько раз уходил из проектов. То есть у меня были случаи, когда я просто вставал из-за стола и говорил, все, ребят, до свидания. И уходил с проекта. То есть если чувствуешь, что нет, не то. Не надо, уходите. Что такое факап по-русски? Нет аналога слова факап по-русски. Нет. Поэтому давайте вот только не надо вот этого. Напридумывать словей коучинг, старителлинг. А потом, типа, это самое. Давайте исходить из того, что эта дискуссия была завершена еще Пушкиным, Евгений Онегин. Факап это, когда это просто сказать, что это ошибка. Нет, это не ошибка. Это когда в результате ваших, конкретно ваших каких-то действий, все пошло не так. Когда стало сильно хуже, чем было до, именно в результате ваших действий. Вернулось к курению. Когда винить больше, кроме себя, да, винить незачем. Нет, некого. Так, не закончила роман. Тоже нормально. У меня тоже есть незаконченные романы. Чуть не подралась из-за собаки с другой собачницей. Шикарно. Так, не вышла на свой проект. Продолбала три домашки по сценарному курсу. Ай-яй-яй, непростительно. Догоняйте. Если на моем курсе, то догоняйте. Есть точный аналог Факапа, Факапа только не цензурный. Да, у меня это слово кружится в голове, крутится в голове, но я, пожалуй, не буду его произносить. Действительно, есть аналог слова Факап на русском языке, но он не вполне цензурный. Теперь дальше. Давайте мы посмотрим на вот эти Факапы и решим. А что вы могли сделать по-другому? Вот если бы у вас была возможность сделать что-то по-другому, то что бы вы сделали по-другому? Вот прямо сейчас напишите. Так, Факап – это провал не совсем точный. Вот понимаете, слово появляется, заимствованное слово появляется именно тогда, когда русский аналог не дает точного определения. Потому что провал может быть не по вашей вине, а Факап – это именно провал по вашей вине. То есть вы должны были что-то сделать по-другому для того, чтобы получить. Так же, как старителинг. Это не рассказывание истории. Это когда вы меняете что-то в представлении человека, которому вы рассказываете историю, в результате истории. Да, то есть старителинг – это когда вы рассказываете какую-то историю, и после этого человек покупает, например, что-то. Вот это старителинг. А просто вот сказку я ребенку читаю на ночь – это не старителинг. Потому что там нет задачи какой-то. А если я ему, например, рассказываю какую-то историю, чтобы проиллюстрировать, что вот если ты будешь там, не знаю, сильно накачили качаться, вот человек упал и голову разбил. Ну да, вот это старителинг. Потому что я его, стараюсь изменить его представление о мире, своей истории. Так, когда меня послали клиенты, стало мощной точкой профессионального роста. Дать себе время, поощущать, принять решение не в моменте. Раньше уйти заведомо убыточного проекта. Так, повесил трубку. Иначе построила бы режим для сдачи заданий. Надо было работать на работе, а я книги писала с головой. Так, про кота. Могла бы наблюдать, как он ходит в туалет. Ну, конечно же, надо следить за тем, как кот ходит в туалет. Так, я бы просто остался без дома 1 января. Так, поговорила бы с отцом по душам заранее. Можно было поступить по совести. Вместо напиться могла бы принять холодный душ, проораться, сделать гадкую маску этой ситуации. Так, могла бы раньше уволиться. Больше бы занималась спортом. Справилась бы со своей задачей, если бы был более мощный компьютер. Соответственно, что вы можете сделать для того, чтобы у вас появился более мощный компьютер? Знала бы, что поменять. Так вот, соответственно, сейчас надо сделать, проанализировать, провести работу над ошибками и понять, а что можно сделать в следующий раз, когда вы столкнетесь с той же самой ситуацией. Так, Владислав, не пил бы с девушками поаккуратнее. Не делать важных действий в моменты, когда ты находишься в стрессовом состоянии. Так, в моем случае, наверное, ничего. Все, что можно, я сделала, профакапила курс. Так, надо было выделить время на ежедневное состояние заданий, следить за состоянием. Вот, смотрите, вот это уже приобретение. Да, то есть, так вы смотрите на факап, и, соответственно, да, это просто факап, который просто из вас сосет энергией. Вы такой думаете, о, блин, вот почему я не сделал так, почему я не сделал по-другому. Да, дальше, когда вы из него берете урок, извлекаете, в будущем надо делать вот так, вот так, вот так, вот так. В случае, там, в моей ситуации с подкастом, я, там, год анализировал ситуацию с прошлогодней вот этой, да, и наметил, там, несколько вариантов, да, несколько гипотез того, что надо будет, там, попробовать сделать в дальнейшем. То есть, я собираюсь его продолжать делать, но, там, на других площадках другие инструменты использовать, других людей приглашать, да, то есть, нет, люди, как правило, скорее всего, будут те же самые, да, но, там, с форматом, там, поиграем немножко. Но, самое главное, площадки и привлечения, вот, и сейчас, я уже, там, с нового года, скорее всего, мы стартанем, мы уже совершенно, совершенно на другом уровне стартанем, я надеюсь, во всяком случае. Да, то есть, мы делаем выводы, делаем работу над ошибками, и, исходя из этой работы над ошибками, мы планируем наши следующие, следующие действия. Так. Могла бы запоминать тех, кого забанила. Так. Вот, очень хорошее замечание по поводу ссоры с собачницей. Это не моя битва, ее нужно было закончить, не начиная, просто отозвать свою собаку и уйти. Да, совершенно верно. Помните, я вам писал пост про женщину, которая на меня накинулась в метро? Не знаю, это где-то, типа, месяца два назад было. Я понимаю, что сейчас люди, опять же, накручены, все дерганы. Я стараюсь, ну, минимизировать какие-то эти самые. А тут у меня просто ребенок впереди был, и у меня, я рюкзак на спине держал, на одном плече. Обычно я его снимаю, в руке держу. Вот. А тут мне надо было его контролировать. И на меня тетка какая-то взъелась и начала, там, что-то, типа, там, сними рюкзак. Я ей сначала так вежливо говорю, вы понимаете, что у меня ребенок здесь, мне нужны две руки для того, чтобы его контролировать. Вдруг он выскочит на этом самом, на, что вполне может быть, на станции. И она там, типа, а, сними рюкзак, ну-ка, быстро, и колотит меня. Я понимаю, что, ну, человек не в адеквате. Вот. И что-то здесь объяснять абсолютно бессмысленно. Да, там, полицию вызывать, да, или драться с ней, да, то есть, ну, абсолютно бессмысленно. Я молча снял рюкзак и отвернулся. Вот. Ничего не говоря там. Ну, буркнул, типа, извините, больше не буду. Вот. И стою, стою спокойно дальше. И тут открывается дверь и входят, вот, не соврать, я не помню, я их пересчитал, там, по пять мужиков или шесть мужиков входят с рюкзаками. То есть, они не все вместе с рюкзаками, а там разные люди, и каждый из них с рюкзаком. Вот. Я так про себя улыбаюсь, то есть, тоже, естественно, да, тут можно было, там, типа, повернуться к ней и сказать, ну, что, давай, иди вперед. Или этим мужикам можно было сказать, мужики, не ходите сюда, тут чокнутая, сейчас она с вас рюкзаки будет снимать. Да, то есть, для того, чтобы поднять свое достоинство, да, можно было вот устроить какую-то перформанс. Ну, я ничего этого не сделал, да, то есть, я молча там стоял, про себя улыбался, вот, но, естественно, что, да, если человек ищет битву, он себе битву на ровном месте найдет, поднимет. Вот, а если стараться эти битвы гасить, то можно, можно без них и обойтись чаще всего. Ну, естественно, бывают битвы, которые, если это ваша битва, да, которые, которые нужно принять и нужно пройти. Итак, вопрос следующий, идем дальше. Чему вы научились в этом году? Какие навыки, может быть, какие-то знания получили, какие-то курсы прошли, вот что-то, что вы, чему вы научились? Напишите, может быть, одно что-то самое важное, может быть, несколько каких-то вещей, которыми вы научились за этот год. Напишите сейчас в комментариях. Ну, помимо того, что мы с вами только что, да, только что провели анализ оффокаторов. Научилась называть себе цену. Очень хорошо. Прошла профессиональный курс Таро. Окончательно выдохнула, что через надо жить больше не могу. Проводить профориентацию. Так, впервые оплатила курс за 80 тысяч. Научилась слышать и слушать свое тело. Прошла курс про земледелие. Научилась уходить оттуда, где плохо. Печку топить, шикарный навык. Даже если вас съели, у вас есть два выхода. Ну, с вами бы чужой из фильма «Чужой» с вами бы поспорил, который, помните, с животы прогрызал. Я думаю, что гораздо больше вариантов. Так, онлайн-бизнесу пока только в теории. Написала роман. Научилась планировать время с учетом нехватки данных. Плавать на спине. Арт-коучинг. Нейрографика. Принимать самостоятельные решения. Научилась стройнеть. Научилась разбираться в некоторых аспектах фармакологии. Ставить себя в центр, видимо. Научилась жить без мужа. Начала изучать духовные миры. Так. Печь хлеб. Классно. Научилась круто рисовать. Новым способом. Супер. Так. Есть. Научилась говорить о своих эмоциях. Научилась еще одной Т-игре у Антона. Антона Тоха гений. Тоха уважаю безмерно. Хочу его еще раз позвать в следующем году. Еще раз позвать на подкаст. Он абсолютно гениальный парень. Первый год за последние три. Когда не выпадала в жуткий минус. Считаю это самым важным за год. Прошла волшебный пендель и научилась видеть денежные потоки. Не унывать научилась. Отлично. Научилась жить без денег. Тоже может пригодиться такой навык. Научилась давать обратную связь без критики. Научилась повышать качество жизни. За что вы этому году благодарны? Тоже сложно. Сложно найти. Но всегда во всем. Если бы вы, оглядываясь на этот год, ему могли сказать спасибо. Что бы вы ему сказали? Я благодарен этому году за то, что появилось, рухнуло, опять же, огромное количество самообманов. То есть выяснилось, что в очень многих ситуациях мы жили в очень таком мутном самообмане. И вот эти самообманы, они сейчас рухнули. По очень многим, в том числе мировоззренческим поводам. И за это я этому году благодарен. То есть больше мы на эту херню не поведемся. Понимание, некое новое понимание реальности. Так, за опыт работы с Тони Робинсом. Тони прекрасный чувак. Я был у него в Лондоне на тренинге. Так, научилась понимать хрупкость бытия. Так, благодарна за новых и старых друзей. За новое офигенное окружение. Благодарна за команду той еще тренинговой компании Нефедова. За профессиональный рост. За возвращение старых друзей. За встречу с собой. За прекрасное лето. За улыбки близкие. За смену окружения. Год научил жить по-буддистски. Здесь и сейчас. Так, за мужа второго. За исцеление старого сына. За новый круг общения. За опыт трудоустройства в новом городе. За год денег с Молчановым. Да? Я вам тоже благодарен за этот год денег. Мы его делаем вместе с вами. Поэтому. Так, за возможность перейти в свою жизнь. За сценарный курс и новый опыт. Год помог задуматься о разном. Перестал спорить с малознакомыми людьми. За этот курс, что узнала про понятие психология денег из-за курса Матрица. Дима Богданов абсолютный гений. Просто тоже уважаю чувака безмерно. Он был у меня на эфире. На ютубе можете найти, посмотреть. Я все его основные тренинги проходил. И то, что он придумал, то, что он разработал, это, конечно... Он еще и художник великолепный, композитор. То есть, всемерно одаренный парень. А как он похудел. Тоже у него отдельная система. Как он похудел. Он был вообще такой кругленький. Вот сейчас посмотрите, найдите его на видео. Худой, борода такая. Гениальный парень, абсолютно. Вообще сейчас очень много ребят таких вот... Прям какая-то волна такая. Очень тренеров и коучей, психологов, которые очень сильно, мне кажется, именно русскоязычных, я не буду говорить русских, потому что очень много и в Украине ребят, и по миру очень много раскидано, и в Казахстане. Да, вот ребят, которые прям вот очень сильно это поле качают. И я надеюсь, что со временем мы все-таки через кризис и через все пройдем, и что-то вот это общее качание поля даст какой-то очень сильный результат в горизонте, а может быть, 10-20 лет. Просто не может этого не быть. Год заставил измениться. Разилюживание. Да, вот хорошее, хорошее, это самое, разилюживание. Ну да, от очень многих мы иллюзий отказались. Фамилия у Антона какая, Нефедов, Тоха Нефедов, Антон Нефедов. Тони на драконе. Тони тоже, кстати говоря, вот у нас, прям здесь можете найти, висит его запись на сценарной конференции, он рассказывал про антигероя. Очень классно, как выгуливать своих антигероев. Замечательную, замечательную лекцию прочитал. Так, а теперь вопрос. И в итоге, что вы хотите себе подарить? Вот что вы себе подарите такое на Новый год? Вот я решил, что я себе, я хочу, я про это писал пост, что я прям загадал это себе на Новый год. Ну, помимо тех подарков, которые мне близкие мои сделают, что вот я в будущем году хочу найти сильного-сильного партнера, сильную площадку какую-то, на которой буду делать подкаст. То есть, все равно я хочу это делать, да, наши площадки, они все умерли, к сожалению. Я осенью попробовал сделать, там, пять эфиров сделал на Ютубе, но это бесполезно. Там только, только вот Стане эфир мужицкий там смотрели, тысяч пять посмотрела, остальные вообще, то есть, все, аудитория оттуда ушла. У нас были, была сильная очень площадка на Фейсбуке, сильный у нас был достаточно Инстаграм, сильный дзен, сейчас оно все просто упало, люди оттуда ушли. Все ушли в Телегу и все ушли в Контакт. Телега у нас не очень сильно развивается, там, тысяч семь подписчиков, а вот ВКонтакт растет неплохо. То есть, если, например, не получится найти партнера, я буду здесь ВКонтакте просто эфир вести. Но все-таки похоже, что вырастает. То есть, у нас там прошли некоторые переговоры на прошлой неделе, и я надеюсь, что, не буду пока говорить, но будем снимать пилот в начале января, и надеюсь, что тоже все получится. Так, запас оптимизма, экранизацию своей детективной серии. Задумываю курс, хочу летом с детьми в горы и море, подарила себе годовой курс введения группы Трублевой. Вот мне интересно, называете кого-то, называете какое-нибудь имя, и я такой, сразу вспомню, да, был у меня, Юля была у меня на эфире, тоже два раза была. Таня Мужицкая вообще рекордсмен, она была у меня, по-моему, раз в восемь. Так, пару клиентов, стажировку в Италии, люди добавлялись в мой клуб стройности. Так, хочу подарить мультики на свои сказки. Супер. Хочу освободиться от зависимости от мужа, хочу подарить поездку в Испанию. Сильное ресурсное окружение, и сама хочу быть такой частью. Есть. Хочу подарить себя новую. Массаж парикмаферская стилист. Курс роман. Курс по роману мы начнем набор 1 марта. Сейчас пока полнометражный курс набираем. Как-то не думал о подарках себе. Так подумайте сейчас прямо. Хочу подарить себе место в вашей мастерской. Так, обучение в сценарийной мастерской. Я всегда очень рад этому. Понимаете, вот очень важно, чтобы люди, которые приходили на курс, в мастерскую, чтобы это люди приходили с наших, либо с подкастов, либо вот с наших этих эфиров. Потому что вы уже знаете меня, вы знаете, что называется, мою философию, вы знаете то, как я веду. И вам проще просто... Мы с вами, что называется, в рапорте. И вам легче воспринять информацию. Потому что от этого очень... Результат обучения, он очень сильно зависит от некой сонастроенности. И бывает, что и человек, допустим, явно талантливый приходит, но вот нет этой сонастроенности. То есть человеку нет унисона. И в итоге результаты получаются не очень. А бывает, мы с кем-то из учеников долго-долго-долго сонастраиваемся. По 10 замечаний я на каждую домашку пишу. А потом вдруг раз, и вот прямо сейчас у нас мы подводим итоги курса романа. И не буду говорить про кого. Прям очень тяжело. Мы с ним как-то друг к другу притирались. Он все курсы прошел. И потом вдруг на романе он взмыл. То есть он перешел на какой-то совершенно неправдоподобный уровень. Написал невероятный текст. Я его сегодня с утра читал. Просто очень классно. Я понимаю, что это будет мега-бестселлер. Который там вся страна прочитает. И будет хорошая, крутая экранизация. То есть когда произошла все-таки сонастройка. И, конечно, то, что мы с вами здесь делаем, это и есть вот эта сонастройка. Так. Есть. Хорошо. Год новой жизни. Исполнение планов и завершение недоделок. Хорошо. Вот самое важное, что я хотел, о чем я хотел с вами поработать. Сейчас я вам напомню одну тему, которую я вам уже давал. Но она настолько важная, что я прям отдельно еще раз ее подчеркну, потому что это и есть самое важное из того, что мы делаем. И если у вас есть ко мне какие-то вопросы по всему курсу, по всему, что мы с вами делали, начиная с сентября, то, пожалуйста, самое время их задать в комментариях. Пока я вам даю эту тему. Вот смотрите. Все, что мы с вами делаем, оно существует в одном из трех кругов, вложенных один в другой. Первое. Это первый круг, самый внешний, самый большой. Да, это то, что мы осознаем. То, что мы сознательно принимаем решение сделать. Да, и это вот он кажется самым большим, да, то есть он сам им на виду. И очень многие тренинги, и очень многое работа с людьми на курсах, она построена именно на работу в этом круге, в самом большом. но она дает маленькую результативность. То есть он дает, ну там, один процент результативности. То есть человек, допустим, проходит какой-то курс, и в результате этого курса получает заряд энергии какой-то, и принимает на этом заряде энергии, принимает решение. Я больше не буду курить, например, брошу курить. Ну, принял ты решение, и все. И спокойно дальше куришь дальше. Или принимаешь решение, не знаю, переехать в другой город. И все. Через два года вспоминешь, блин, я же там вот хотел, я же принял решение даже об этом. А ничего не изменилось. То есть вот эти сознательные решения, они очень часто не исполняются. Но это все находится в поле нашего внимания. Другое дело, конечно, можно это все перетащить в другие круги, и за счет этого добиться повышения результативности. Второй круг внутри этого, это то, что мы делаем по привычке. То есть мы не осознаем момент принятия решения, но мы осознаем само действие. Например, курение, опять же, то же самое. То есть мы не осознаем момент, когда мы приняли решение достать сигарету и закурить. Если вы курите, вдруг раз, и сигарета в зубах. Еда, например. Мы же не принимаем решение пообедать сегодня. Ну, может быть такое. Давай-ка мы сегодня сходим в ресторан, пообедаем, например. Но чаще всего мы не принимаем решение. Это автоматически происходит. Завтрак, обед, ужин, все идет по накатыванию. Занятие спортом. Тоже. Если, например, у вас есть привычка заниматься спортом, то вы им будете заниматься. Вот я сейчас, я проболел две недели. Я сейчас сижу, и я прям как на иголках весь. Я такой думаю, блин, я хочу побежать. Я хочу побежать. Хочу. Две недели я не бегал. Вот. И я такой думаю, а не будет ли мне хуже, если я сейчас выбегу на пробежку? Ну, думаю, ладно. Может, по какой-то сокращенной этой самой траектории все-таки пробегу. Немножко хотя бы. Да. Надо возвращать себя в форму. Да. То есть, вот если есть привычка к спорту, вам проще заниматься спортом, чем не заниматься спортом. То есть, мне побежать проще, чем не побежать. Дальше. Например, мат. Если вы ругаетесь матом, если у вас есть эта привычка, у меня есть знакомый один, который матом ругается просто, вот он им разговаривает. Вот. И он этого не замечает. То есть, мы сидим с ним в кафе, и я ему так, слушай, ты общественное пространство, давай как-то немножко притуши, а он даже не замечает этого. Ему уже просто там кто-то, девушка за соседним столом, там типа, молодые люди, давайте вы как-то это самое. Вот. Да. Я, опять же, я из тех кругов, да, в Вологодской окраине, где люди матом разговаривали. Да. И когда я работал в газете, тоже там мат, ну, это профессиональный, мат, это профессиональный язык любой русскоязычной редакции. Вот. Мат, цинизм и хамство. Вот. И потом просто в какой-то момент я постоянно неуклонно работаю над собой, мат убрал у себя, да. То есть, я редко-редко, когда какое-то время у меня вообще мата не было в текстах, сейчас редко-редко, да, что-то мелькает, и то я его там заблюриваю, да, закрашиваю. И вот это изменение привычек, оно дает очень хороший результат. То есть, если вы, например, хотите писать, вы создаете у себя привычку писать, да, и дальше уже эта привычка вас везет. Да, то есть вам проще написать с утра, чем не написать с утра, да, вот процентов 10, да, ну пусть, давайте для красоты, пусть будет 9 процентов, да, для того, чтобы 10, 10 процентов у вас было. Но, на самом деле, вот эти наши сознательные действия, да, когда мы принимаем, очень часто мы можем пройти, день у нас пройдет, и мы ни разу не примем ни одного сознательного решения, да, у нас все действия происходят либо по привычке, либо вообще неосознанно, да, то есть нам сказали, иди сюда, и вы идете сюда, да, там, привык лежать на диване, телевизор смотреть, да, человек автоматически ложится, да, то есть ни одного сознательного решения человек не принимает. И это, на самом деле, да, как бы можно, я не сторонник того, что надо полностью переходить в осознанность, да, то есть, например, когда вы пишете, вам и не надо быть полностью осознанным, вам, наоборот, надо выйти в некое такое трансовое состояние и в этом состоянии писать. Но большая часть действий, она приносит нам неизвестный результат. То есть мы делаем какое-то действие, которое уходит в мир и которое возвращается к нам через какое-то время. То есть вы пошли в магазин за хлебом, да, вы встречались с какими-то людьми в течение этого времени, да, с продавцом, да, вы обменялись словами какими-то. И это действие, да, это как волна, оно ушло в какой-то в мир, да, вы на работе делаете какое-то действие, с кем-то общаетесь, опять идет какая-то волна в мир. И большая часть наших действий, которые мы делаем, она приносит нам неизвестный результат. Мы не знаем, как эта волна, да, как она к нам вернется. Помните рассказ Игоря Мугро, да, про этот самый, про крылышки мотылька. Человек отправился в прошлое, но пусть наступил на мотылька и изменение в мир совершенно другой стал в будущем. И мы не осознаем решение, мы не осознаем действия, и мы не понимаем последствием каких конкретных действий стал полученный нами результат. То есть просчитать последствия всех своих действий, да, то есть вот взять человека, отцифровать и вот все, что он делает, просчитать все последствия его действий во взаимодействии с миром. Как это влияет на мир, как меняется мир. То есть я понимаю, что если, например, человек живет где-то в деревне и никого не видит, скорее всего, ну, минимальное какое-то воздействие на окружающий мир делает, да, а когда мы общаемся, когда мы живем в крупном городе, да, вы в течение дня там встречаетесь, не знаю, с сотнями людей, да, и какое-то минимальное воздействие вы на всех на них оказываете. И это уходит, волной вокруг вас расходится, да, и потом в конце концов эти волны происходят, какие-то микроизменения, и они снова возвращаются с вами. И прогнозировать это невозможно, да, никакой мега-квантовый компьютер этого не просчитает. Но вселенная сама, она и есть этот мега-квантовый компьютер. И определенно, если человек делает что-то правильное, какие-то правильные действия, то у него в итоге все получается. И если человек делает что-то неправильное, то у него все не получается. Помимо осознанных действий, да, понятно, да, я хочу похудеть, значит, мне надо там что, поменять диету, и мне надо там начать заниматься спортом. Здесь все понятно, да, но есть какие-то вещи, которые очень сильное влияние на нашу жизнь оказывают, да, условно говоря, мне надо встретиться с каким-то человеком, который мне поможет в бизнесе, да, и естественно, да, во-первых, я должен этого человека узнать, я должен понять, что этот человек может мне помочь, я должен решиться к нему подойти и так далее, и так далее, да. Но то, что этот человек оказался рядом со мной в нужное время, в нужном месте, в нужном настроении, это везение, да, то есть это прогнозировать никак нельзя. То есть я могу использовать эту ситуацию, либо не использовать, но как создать эту ситуацию, как сделать так, чтобы этот человек оказался рядом со мной. Помните, я вам рассказывал, на «На годе денег» я это не рассказывал, я рассказывал это на практической манике, историю про Лешу Ходоровича, мой давний приятель, он учился у нас в мастерской много лет назад, на самом первом курсе, и мы с ним как-то делали подкаст, а Леша, он фанат 42. 42, помните, в «Автостопом по галактике» там 42 – это ответ на самый главный вопрос Вселенной и всего такого. И вот он коллекционирует 42. Когда он прочитал книгу и посмотрел фильм, да, он вдруг везде начал видеть 42, и он начал эти 42, ну, собирать. Он создал сообщество в Фейсбуке, вот, и как-то он рассказывал историю про то, что он шел по улице, приятелю какому-то рассказывал про 42, и вдруг он начал видеть 42 везде. То есть понятно, что 42 число ничем не отличается ни от 43, ни от 41, да, просто число. Но вот вы его высветили, да, и оно, вы его начинаете вдруг везде видеть. Он шел и говорит, я просто шел и говорил, вот дом номер 42, на машине 42, и на асфальте 42 написано, да, и все везде, везде было 42. И, да, то есть такой таргет, знаете, есть таргетированная реклама, надо отличать знаки Вселенной – это таргетированная реклама, да, то есть когда вы кликнули один раз на трусы на какие-нибудь, и дальше эти трусы вас везде преследуют. Вы зашли в книжный магазин, интернет вам эти трусы показывают, да, зашли еще куда-нибудь вам везде повсюду эти трусы. Да, вот я сейчас сказал трусы рядом с компьютером, и теперь мне начнут показывать рекламу трусов. Да, то есть это таргетированная реклама. Вот Вселенная, она устроена точно так же, да, то есть интернет вас запоминает, он на вас ставит меточку такую. Этот человек интересуется трусами. И куда бы вы ни зашли, там сразу срабатывает система оповещения. А, о, чувак, который интересуется трусами, на тебе рекламу трусов. И вот Леша, да, он показал миру, показал Вселенной, что он интересуется числом 42. И ему теперь везде показывают число 42. То есть он куда ни идет, ему везде это 42 мерещится. Вот. И я, когда мы с ним делали подкаст, и у меня вдруг произошел инсайт. Я понял, что это, блин, это и есть 42, это пробник Вселенной. Да, то есть вы можете, вот вам показали, как это работает. То есть если вы просите показывать вам 42, вам будут показывать 42. Если вы будете просить, да, то есть если вы будете настраиваться на что-то, на что угодно, на рок-музыку, да, вы везде будете видеть рок-музыку. Если, как это самое, я вот люблю книги, да, и куда бы я ни пошел, в каком бы городе я куда бы ни пошел, я, мне обязательно покажут книжный магазин, я там обязательно куплю какую-нибудь книжку. Вот. И можно сделать эту перенастройку, можно сделать сознательно, да, то есть можно выбрать что-то и на это перенастроиться. Как мы с вами здесь на годе денег, да, мы с вами проходим вот эту перенастройку. Вот эти подтверждения, которые мы с вами пишем каждый день, они именно для этого и сделаны, для перенастройки. И самое интересное, что у меня вот этот инсайт случился, и мне, я потом такой думаю, надо мне переслушать подкаст, и надо найти вот этот кусочек. Я полез в сам подкаст, нашел это место, где мы с ним об этом говорим, и это была 42-я минута подкаста. Это правда. То есть вы можете, если я не вру, да, вы можете найти этот подкаст, найти 42-ю минуту и увидеть там вот то, что прослушать то, что я вам сейчас рассказываю. То есть вот я это понял. И дальше, да, вы действительно везде начинаете, начинайте везде этого 42 видеть, да. Например, как вы думаете, сколько минут продолжался последний концерт Битлз на крыше? 42 минуты. Случайность? Я не знаю. Вот что-то есть здесь, есть здесь какая-то мистика. Вот. И я сейчас, я запустил дополнительный проект, то есть год денег, это узкая достаточно специализация, и мы ее делаем, как делаем, так и делаем. И вот ВКонтакте я запустил такую мини-игру, связанную с подарками вселенной. Я не придумал, давайте назовем ее подарки вселенной. Тоже не очень хорошо, да, потому что мы же от вселенной получаем подарки, да. То есть это не подарки нашей вселенной, да, а подарки от вселенной. Такая волшебная игра. И вот уже несколько дней я выставляю каждый день, выставляю пост с какой-нибудь картинкой ВКонтакте. И дальше, да, ваша задача сделать выдачу в мир, да, сделать репост. Зачем это делается? Зачем это выдача в мир? Во-первых, это и можно ли делать что-то другое, да. То есть понятно, да, что это сделано для того, чтобы распространить эту игру как можно шире, для того, чтобы как можно больше людей присоединялось к этой игре. И в идеале, да, мне бы хотелось, чтобы потом через какое-то время весь мир в эту игру играл. вот, почему картинка, да, потому что бы, там, раньше я пробовал, мы это с видео делали, я понимаю, что не все, допустим, там, хотят какое-то мое обучающее видео у себя на странице. А здесь вот в чистом виде, да, то есть в чистом виде подарок. Там ничего лишнего нет. Там нет никакой моей рекламы. Нет никакой, если вы боитесь, что вдруг вы по отчаянию там кого-то приведете ко мне в мастерскую, нет ничего, там нет на этой странице никогда, да, в этом посте никогда никакой рекламы нет. Там только правила, правила игры, да. Вы делаете репост, делаете эту выдачу в мир и дальше в конце дня, то есть ваша задача в течение дня принять подарок от Вселенной, получить этот подарок. Подарки неизбежно всегда есть, да, даже если вы сидели дома, никуда не выходя целый день, вы все равно, все равно, вы можете это принять как подарок, да, день тишины. И ваша задача именно принять этот подарок. И постепенно происходит, и чем больше вы их принимаете, чем дольше вы в эту игру играете, тем сильнее происходит перенастройка, тем ценнее вы получаете подарки, да. Вы делаете выдачу в мир и вы за это получаете подарок. И то, что вы сделали выдачу в мир, оно дает вам внутреннее право для того, чтобы этот подарок принять. Потому что Вселенная все время дарит нам подарки, но мы их, к сожалению, не всегда принимаем. Вот. И я уже, я за эти вот пять дней продолжается подарок, проект, я уже столько подарков получил и очень крутые, да. То есть, прям реально очень-очень сильный, очень сильная перенастройка происходит. Вот. Поэтому тоже включайтесь, участвуйте в этой игре. И мне, ну скажем так, мне все равно, да, если будет там 50 человек участвовать, будет 100 человек. Я, опять же, делаю это для себя. Я это буду продолжать делать. Вот. И важно, да, что мы ретаргетинг, вот в этот ретаргетинг, да, наша задача попасть в тот ретаргетинг, не в тот, где показывают разные депрессивные ужасы, да, а в тот, где мы получаем подарки от Вселенной, да, к которым мы делаем нашу выдачу в мир, к которым мы несем что-то ценное в мир, и мы все время получаем подарки от Вселенной. И еще один момент. Иногда то, что кажется наказанием, на самом деле является подарком. Например, вот эта история с моим подкастом, который я вам рассказываю, да, она в итоге обернулась большим и очень ценным подарком. И то, как я прожил этот год, да, оно, в общем, если бы этого не было, если бы это не случилось там примерно год назад, то этот год для меня был бы гораздо хуже и сложнее. Насколько это понятно, эта идея? Если понятно, напишите понятно. Если есть какие-то вопросы, то задайте, пожалуйста, вопросы. 142 человека в трансляции, да, кстати, тоже 42. А, рассказывала, рассказывала, да, про 42. Хорошо. На годе денег, да. Когда родилась, повесили на ручку номерок 42. Настраиваюсь на 50 тысяч. Это прекрасный туннель подарков. Да, я играю. Письма счастья из детства не из этой, из этой серии. Да, письма счастья – это то же самое. То есть, понимаете, еще раз, да, это не какая-то маркетинговая акция, да, для привлечения подписчиков. То есть, мне подписчиков хватает. То есть, вот, достаточно того, что сейчас есть, да, мне как бы нормально. Вот. А я хочу именно, вот знаете, как это вот, чтобы этот проект, да, он стал таким лучиком света, источником света, который постепенно вот эту тьму как-то раздвигал. Вот. И люди постепенно проходили какое-то переустройство. И я думал, что это все можно сделать в пределах года денег, но это все-таки, все-таки шире, чем год денег, да. Здесь мы с вами вот специализированно занимаемся именно деньгами, там, сейчас мы психологическими аспектами занимались, да. С нового года мы будем заниматься уже, там, переходить к практике, рекламой заниматься, продажами, там, и так далее, и так далее. Вот. Ссылку на игру прищите. Она здесь, вот прям здесь, зайдите на эту страницу, ниже, там, я утром обычно я выкладываю пост часов в 8 утра. Вот. Поэтому можете заходить каждое утро, и здесь вы будете находить каждое утро пост. Так, здесь все понятно. Идем дальше. Теперь, значит, смотрите, домашние задания я вам дам. Домашние задания. Мы ежедневно, как обычно, продолжаем притягивать деньги и писать подтверждение. Задание на неделю – подвести итоги этого года. Да. То есть, вот если вы этого не сделали, вы, кто в прямом эфире делали, вы это уже сделали вместе с нами, да. То есть, если вы этого не сделали и не слушали в эфире, да, то подвести итоги этого года по предложенной вам схеме. Дальше. Что мы с вами будем, как мы с вами будем жить следующие две недели. Следующее занятие пройдет 10 января. Это, по-моему, вторник. С 1 января у нас начнется самодисциплина для писателей и сценаристов. Я про это несколько раз говорил. У нас там каждый день посты с страницей регистрации. Поэтому я исхожу из того, что там все, кто хотел, уже в него вписались. И, соответственно, 1 января в 12 часов дня мы встречаемся и будем 10 дней заниматься самодисциплиной. Будем бегать, будем обливаться водяной водой, будем писать. Будем прорабатывать, прорабатывать нашу самодисциплину. Чтобы этот год начать так, чтобы нам этот год понравился. Можно лежать лицом в салате оливье, пить, смотреть сезонами сериалы. А можно заниматься самодисциплиной. Можно так разложиться за эти 10 дней, что потом понадобится месяц для того, чтобы в себя прийти. А можно за эти 10 дней так зарядиться, что вы выйдете от вас просто искрыть будет, энергия будет переть во все стороны. И, соответственно, сделать себе прикольный, крутой год. В праздники на выбор вы можете идти тремя вариантами. Первый вариант – это просто продолжать ваше движение к цели, фиксировать подтверждения и писать их в каждом уроке. Второй вариант – можете сделать перерыв до 1 января по режиму ресурсной недели, отдохнуть. Потому что если вы чувствуете, например, я тоже здесь гибко надо, я не призываю всем непременно это все проходить. То есть, если чувствуете, что уже все, сил нет, надо немножко в тюлени превратиться, ну, превратитесь в тюлени. Поберегите себя. Ну, а если есть желание взбодриться, то проходим самодисциплину с 1 по 10 января. И 10 января в 12 часов у нас будет итоговое занятие самодисциплины. И оно же будет следующее рядовое, номерное, 19 занятие нашего с вами года денег. Да, самодисциплина будет проходить здесь же, ВКонтакте. То есть, рассылка будет уходить каждый день с напоминанием, но в принципе все будет здесь, верхним постом каждый день в 12 часов будет трансляция. Это все, что я вам хотел сегодня рассказать. Еще раз поздравляю вас с наступающим Новым Годом и увидимся уже в следующем году. Люблю вас. Пока-пока.